Приветствую вас, я не очень понимаю, к кому вы обращаетесь, да, в своём тексте, да, то есть вы пишете, это всё хорошо, что вы пишете, что пишете, к кому пишем. Лично я никому не писал, вот, вам не писал точно, потому что вы новенько на ресурсе, вот, это ваш первый вопрос, вот, поэтому не очень понятно, о чём вы говорите, вот. Дальше. В психологии существует такое понятие, как виктимология или виктимное поведение. Когда человек, ну, ведёт себя, как жертва, скажем так. И в данном случае я боюсь, что именно как жертва вы себя ведёте. Я боюсь, что именно так обстоят дела. Потому что мужчина, ваш мужчина пристаёт к вам только потому, вот, исключительно потому, что вы ему так позволяете. То есть он знает, он знает, что может добиться чего-то, он знает, что может добиться чего-то, если будет так себя вести. Вопрос заключается в том, почему он так считает. То есть, почему человек считает, что может добиться чего-то, ведя себя с вами так, как вы описываете. Ну, то есть, то есть, давя на вас, преследуя вас и так далее. Рас узнаете. Лучше всего вести себя безразлично по отношению к нему. Безразлично означает никак не реагировать на то, что он делает и говорит. Конечно, нужно себя обезопасить, безусловно, но, еще раз повторяю, что ни в коем случае нельзя реагировать на слова мужчины. Серьезно, здесь важно понимать, что любая ваша реакция, абсолютно любая, хорошая или плохая, приведет к тому, что мужчина будет вас преследовать, потому что как бы вы не реагировали, это все же именно реакция, любая. Поэтому, если вы хотите, чтобы мужчина от вас отстал, просто нужно не реагировать, вообще. Понятно, да? Я надеюсь. Удалять его отовсюду не стоит, потому что он это воспринимает, как элемент отношения к себе. То есть, блокировать его не нужно. Значит, относиться к нему хорошо, то бишь, с пониманием, вот это все, так же не стоит, если вы этого не хотите. и все, понимаете, и все. Проблема в том, что мужчина вас задевает до сих пор. Именно поэтому вы ведете себя так. Ну, таким образом. Вот и все. Причины задевания, природы задевания. Можно. Можно. Исследовать. Чтобы посмотреть, чем он задевает. Какие он задевает в вас струны, например. Например. А дальше вы сами поймете, как вам нужно себя вести, и что вам нужно делать. Вот. Хочет стоять, например. И стоит под запятой дверью. А, значит, если не дает гулять с ребенком, вызывайте полицию. Потому что это уже ограничение ваших прав. И так далее. Понимаете? Поэтому, мне кажется, что здесь вам нужно вести себя именно так. Других вариантов, на самом деле, нет. И чем равнодушнее вы будете себя вести с мужчиной, тем лучше будет для вас. Тем быстрее он от вас отстанет. Потому что любая активность нуждается в том, чтобы получать подтверждение. Если активность подтверждения не получает, то соответственно, рано или поздно она затухает. Но вам нужно почитать про треугольник Карпмана. Вот. И подумайте, чем для вас выгодно ваше данное состояние. Я понимаю, что выгоды поначалу вы какую-либо не видите. Но она есть. Что-то удерживает вас. Именно она, эта выгода, удерживает вас в этом состоянии. В таком состоянии. Что делать? Уже смотрите сами. Вот. Ваш вопрос даже. Как дальше жить? И то, что вы не помните, когда радовались искренне. Звучит даже, скажем так, ну, несколько инвантильно. То есть, вы не говорите, что я хочу поменять, а что мне нужно поменять. То есть, это, как бы, вообще даже, ну, не рассматривается. По факту. То есть, вы не говорите о том, что можно вам поменять. Вы спрашиваете, как жить дальше. А для того, чтобы понять, как жить дальше, нужно сначала определить, что вы хотите. И что готовы сделать для того, чтобы получить то, что вы хотите. Понимаете? Понимаете? Вот и всё. А иначе такая ваша позиция, ну, вот такого плана ваша позиция, она будет вести вас только к одному. Только к негативу, по сути. К безысходности. Вот. И я не думаю, что это для вас что-то хорошее. Ну, что это даст вам что-то хорошее. Понятно, да? О чём где-то речь? Так что, посмотрите про треугольник. Карпмана. Вот. По исследующей выгоду своего такого состояния. Своей такой позиции. Вот. И после можно будет с вами поработать уже. Вот. Ну, я имею ввиду, да? Понятно, о чём мне точно. Можно будет поисследовать вашу ситуацию и посмотреть, как её можно подкорректировать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ понравился вам, помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи! Удачи! Удачи!